Которая давала критерий предкомпактности множества в С. М в С. В формировке было вот так. Х – это компактное метрическое пространство. М – это какое-то множество единственных значений, чтобы проще было там возиться с аргументами, с значениями. Так, и говорил, что М является предкомпактным в том и только в том случае, когда первое – М – ограниченное множество в этом метрическом пространстве, и второе – М равностепенно неправильно. Вот это приходится расшифровывать, потому что постепенно неправильно. То есть для любого х больше 0 найдется такая дельта больше 0, что как только ρ х2 меньше дельта, так модуль f от х1 минус f от х2 меньше ε, какую бы функцию f из этого множества m вы не взяли. Правильно? Необходимость этого условия мы доказали в прошлый раз. Согласны со мной? Двинулись в обратную сторону. Значит, при движении в обратную сторону я буду считать, что х – это отрезок АВ, потому что здесь все будет очень наглядно, зримо. А если кто-то хочет произвести эти построения в случае произвольного метрического компакта, открываете книгу Калмагорова МН и читаете. Понятно? Для меня вот… Я не умею на доске рисовать компакт Х, а отрезок АВ умею. Считайте, что это связано с моими художественными ограниченными возможностями. Итак, что нам дано? Что вот это множество m ограничено и разостепенно непрерывно. А у нас было значение m или какое? Для множества. Все. Значит, шаг первый. Существует такая константа С, что норма f, ну, максимум модуля f от х, обычная метрика в пространстве непрерывной функции. Что норма f не превосходит константа С, какую бы функцию f из m мы не взяли. Ограничено это множество. Второе. Вот сработал первый пункт. Вот пункт второй. Для любого ε больше нуля, но я не буду переписывать то, что вот тут написано. Значит, у нас найдется дельта. Самое главное. Вот я сейчас возьму вот эту пару, ε дельта, и нарисую вам, создам, ε дельта решетку. Картина мира. Есть отрезок АВ, есть граница плюс С, минус С. Все графики живут вот в этом прямоугольнике. От минус С до С, от А до В. Я беру разбиение x1, ну лучше даже А, равняется x1, меньше и так далее, xn равняется b. Значит, равномерное разбиение шагом постоянно. Так, чтобы вот эта дельта xk была меньше, чем дельта. Тогда на каждом таком отрезочке разбиения у меня колебание функции будет не больше, чем ε. Понятно. И вот я строю как раз вот эту свою решетку следующим образом. xk у меня дают вот такую сеть вертикальных линий. А здесь я произвольным образом делю это все так, чтобы каждый такой перепад был меньше ε. И вот у меня образовалась такая прямоугольная решетка. Предъявляю вам будущую геничную ε. Функция Пси, где Пси это ловная, которая на отрезке xk, xk плюс 1, может выглядеть вот так. Может быть, вот так. Соединяются узлы на отрезке xk, xk плюс 1, соединяются узлы нашей решетки. Может быть, даже далекие. Но соединяются вот такие. Понятно? Хорошо. Я говорю, что вот такими ломанными я смогу приблизить кого захочу. В частности, сюда входят и все такие однозвенные по перепаду. Но все равно это конечное множество. Так ведь? Вот я говорю, что покажем, что вот эта система Пси есть. Ну, что мне нужно? Epsilon-сеть, да? Вы вот очень часто в своем курсе анализа встречали доказательства. Не обязательно именно в курсах Редкозобова, в лекциях Редкозобова, но в книжках. Когда говорят, возьмем там Epsilon поделить на 17 и с помощью этого предположения соорудим Epsilon-сеть. Я сторонник того, чтобы взять, вопреки тому, что вам говорили некоторые другие предположения, взять произвольный Epsilon и соорудить 17 Epsilon-сеть. Вот сейчас вы понимаете, о чем я говорю. Сейчас у меня будет показано, что вот эта система Пси – это 5 Epsilon-сеть. Вполне приличный, кстати, множитель 5. Хорошо? Все. Поехали. Так. Вот у меня есть место, в котором я должен уместиться. Беру произвольную функцию f из нашего множества m и начинаю ей сопоставлять некую функцию Пси. Я эту функцию Пси выбираю так, чтобы в узлах, в точках x-ката, в модуле разности f от x-ката было меньше, чем Epsilon. Ну, понятно, что если вот функция как-то извивается и ползет, то подобрать соответствующее значение я могу. И так будет на каждом уровне x-ката. Я задал вот эти узловые значения, а потом линейным образом как-то соединил. Получил ломаную. Вот я говорю, что эта функция моя Пси, вот эта конкретная, будет хорошо приближать функцию f во всех точках отрезка. Так, берем произвольную точку x-ката, отрезка b. Но она попадает на самом деле в какой-то отрезок x-k, x-k плюс 1. Если она совпадет с одним из концов, вопрос о том, левый, правый, мне безразлично. Она попадает в какой-то x-k, x-k плюс 1. Так, все, пишу оценку. Вот это здесь сотру, это роскошь непозволительная. f от x минус Пси от x. Ну вот, привязка первая очень простая. А x лежит на отрезке x-k плюс 1. И я введу в игру f от x. Ну, вообще, вот... Что вводить? Вот f от x есть. Пси от x есть. Вот, написано. Добавляю и читай. Ну, кого? Давайте. Вот я вас спрошу. Ну, смотрите, если, значит, добавлять и вычитать. В точках x-k то f и Пси. И в точке x-k плюс 1, наверное, тоже f и Пси. Значит, вот, теперь все понял. Давайте, чтобы было понятно, сначала допишу. Плюс f от x-k то минус f от x-k то. Ну, тогда будет много слагаемых. Плюс f от x-k то минус f от x-k плюс 1. И если еще добавлю такие же штуки... О, почему f от x-k плюс 1 от x-k то? Плохо пишу. Нет, стоп, 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 стоп. Нет, вот не объяснил я вам, чего я хочу. Поэтому стираю еще раз. Итак, что добавим и вычтем. Значит, пока есть f от x и есть Пси от x. И, кстати, точка на x-k плюс 1. Здесь я добавлю только в точке k, до мной. Пси от x. Я добавляю и с, вот, стоп, и Пси, вот, стоп. А там как посмотрим? Отдельная песня. Вот именно из-за этого 5-ти апсона набегает. Ну, пока что, вот, пожалуй, все-таки, кроме значения в точке x-k, только в левой. И фф и Пси. Ну, хватит мне. Четыре слагаемых появляются новых, правда же? Попробуем. Правый конец туда не заглядываю и не смотрю. И тогда напишу прямо сразу. f от x минус f от x-k плюс f от x-k минус Psi от x-k плюс Psi от x-k плюс Psi от x-k плюс Psi от x. Правильно? Ну, x минус x-k, это меньше дельты. И, значит, f от x-k минус f от x меньше дельты. Напишу. На растепенной неприванности. Оттуда. Разделительная линия, чтобы было понятно. f от x-k минус Psi от x-k. По выбору, по построению функции Пси в узлах это меньше ε. Меньше ε по определению Пси. И, наконец, вот это. Самое таинственное, вы правы. Пока я с этим не знаю, что делать. Как оценить? Пси. Это Пси такая у меня плохая. Пси x-k минус Psi от x. Ну, пока понятно. 2 ε набежало. Сейчас набежит еще 3 ε. Вот, безжалостно. Картину мира могу стереть, вы уже поняли все. Важно, чтобы узел с узлом соединялся. Я понимаю, что вот эти Пси, они не лежат. Совсем не лежат, Михаил. Не в этом дело. Не в этом дело. Это вообще какие-то непонятные левые функции. Вот с узла, я сейчас открою дверь, сюда войдут функции Пси. Что, я буду считать обязательно студентами всех? Или вот вашим потоком? Да нет, конечно. Мы просто их вежливо спросим, затем пришли и скажем, они скажут, мы будем приближать ваших студентов. Понятно? Все. Все. Итак, Пси линейная функция на отрезке ХК, ХК плюс 1. Поэтому модуль Пси от Х минус Пси от ХК мне превосходит Пси от ХК плюс 1 минус Пси от ХК. Очевидно? Очевидно. А теперь я пользуюсь тем, что в точках ХК функция Пси мало отличается от функции Ф нашей, я введу в действие Ф от ХК и Ф от ХК плюс 1. Мне превосходит. Модуль Пси ХК плюс 1 минус Ф ХК плюс 1 плюс модуль Ф ХК плюс 1 минус Ф ХК плюс модуль Ф ХК минус Ф от Х. Ну и сбор уважаем. Почему вот это меньше Эпсона? По построению функции Пси. В узлах функция мало отличается. Правильно? Это всё опять же та же равностепенная непрерывность. Функция Ф одна. В разных точках, расстояние между которыми меньше дельта. Тоже меньше Эпсона. И наконец третья. Нет, подождите, у меня что-то... Вот именно. Да я просто не глядя писал, если честно. Надо было вот эту вещь написать, а я её вообще не написал. А здесь опять в узлах, вот здесь и здесь одинаковый механизм. Приближение в узлах, а в середине – равностепенное непрерывность. Каждый слогаемый меньше, чем Эпсона. Дмитрий? Да, нет, я то, что нормально знаю. Я пытался предсказать в течение мысли. А зачем мы вот разговариваем последние названия, если мы знаем, что сильно концаторы какие-то... Ничего мы не знаем. Мы выбрали узлы решалки. Например, вот такие узлы. Да, вот в этом я выбрали. Правильно, мне сказали сразу. Ведь если я соединяю один узел с другим, один узел в долгопродом, а другой в мытищих. А я предупреждал, конечно, нет. Лишь бы узел с узлом. А вот, чтобы далеко не убежала функция Пси, это вот как раз берёт на себя функция Ф. Потому что в узлах-то функция Ф мало отличается, другушка от дружки. А в узлах мало отличаются значения функции Ф и функции Пси. Вот эти три Апсона есть. И всё, здесь три Апсона, там два и того опять. Теорема доказана. Дмитрий? Всё, спасибо. Значит, я обещал вам показать применение этой теоремы в теории дифференциальных уравнений. До сих пор пока что я избегал не выполнения обещаний. Но я хочу это делать не сегодня, а в следующий раз. Сегодня я хочу дальше вгрызться в вот эти все вопросы изучения пространства. Нам, в конце концов, надо задания задавать. А рассказать о применении к дифференциальным уравнениям, это я в любой момент, когда будет микропауза, за три минуты всё вам расскажу. Хорошо? А сейчас я хочу вместе с вами отправиться в следующий параграф. Какой он может называться? Что-что? Хуже, он будет называться параграф четыре. Ну, я бы не мог додать такой иезуевский сложный вопрос. Вот, параграф четыре точка, линейное топологическое пространство и линейное нормированное пространство. Сейчас всё напишу. Я выкрутился и выместил в реакции длинные толстичные. Линейное топологическое пространство и линейное нормированное пространство. Значит, карта матрёшка здесь будет очень простой. Вот есть линейное нормированное, а вот линейное топологическое. Больше широкий класс. Реально, что это такое, я уже говорил на первой лекции, но сейчас ещё раз повторю. Значит, определение один. Пусть е линейное пространство над полем К. Ну, я напомню, что у нас во всём курсе К это либо Р, либо С. Считается, что у нас есть топология. Но вот эти две структуры согласованы следующим образом. Операции сложения здесь и операции умножения на скаля являются непрерывными операциями. Расшифровку ещё раз дам. Она практически очевидна. Я рисовал, помню, на первой лекции здесь, как бы пробуя качество доски, две картинки. Ну, вот представьте себе, рисую два экземпляра пространства Е. Здесь взял какой-то Х нулевой, здесь взял какой-то Y нулевой. Вот третий экземпляр пространства Е. Что такое Х нулевое плюс Y нулевое? Значит, вот этой паре ставится в соответствие некий новый элемент. И непрерывность операции сложения означает следующее. Если я здесь возьму произвольную открытую окрестность, то можно подобрать окрестности открытые здесь и здесь, такие, что когда я беру произвольный Х отсюда и Y отсюда, то их сумма попадает в ту. Ну, не буду писать даже это. И тоже самое для произведения, только там будет такая картинка и такая картинка, это поле К. Здесь взяли Х нулевое, здесь взяли лямбда нулевое. Это все отправили в точку лямбда нулевое и Х нулевое. Если здесь возьму окрестность какую-то, то можно взять окрестности здесь и здесь такие, что дальше смотри все предыдущие слова. Я это говорил до минус первого сентября на первой лекции и повторяю сейчас. Так, там это... Когда будем задышаться, откроем тут. Это определение 1. Что такое определение 2? Это частный случай, когда топология непростая, а задается так называемой нормой. И хотя вы это определение уже обсуждали в курсе математического анализа, ну, вместе с Вадимом Витальевичем, правильно? Я... Подождите, если я говорю, что вы это обсуждали с Вадимом Витальевичем, вы должны кивать вот так. Все, молодцы. Осталось только добавить, что в Болгарии это означает нет, когда вы так киваете. Что? Это трудный, это сложный вопрос. Так. Помните определение? Значит, опять речь идет о неком сопротивлении. Определение 2. Линейное нормированное пространство. Что это значит? Это значит, что первое. Есть линейное пространство. Даже пункт 0. А во-вторых, есть функция, называемая нормой, действующая из E в мир R. Иногда пишут сразу R+, но я бы не буду писать. Которая обладает такими свойствами. Норма произвольного элемента не отрицательна и равна нулю в том и только в том случае, когда x это нулевой элемент нашего пространства. Меня на семинаре спросили, почему я иногда пишу так и так. Если число, то 0 без перемычки. А если это оператор нулевой или элемент нулевой пространства какого-то, не скаляра подобного, то я вот так буду писать. Однородность. Норма альфа x равняется модуль альфа умножить на норму x. Значит, я напомню еще раз, что у меня k, может быть, rc, поэтому модуль комплектного числа с уважением относитесь. И, наконец, неравенство будущего треугольника. Почему будущее треугольника? Потому что если ввести расстояние между элементами xy по формуле нормы разности x минус y, то получится нормальное метрическое пространство с неравенством треугольника благодаря этому неравенству. Я эту арифметику все делать не буду. Вы все это знаете. Филипп, кивайте. Все. Нет, непонятно. Знаете. Это разные вещи. Я не спрашиваю вас, понимаете ли вы это? Что? Не нормированный совсем. Могу, но не буду. Я лучше вам приведу непростой пример, чем некоторые. Я в этом параграфе хочу разговор построить по такой схеме. Напишу в этом запретном мире. У меня будет класс линейных нормированных. Будет более широкий класс линейных топологических. Будет более исследовательных. Сначала об этих, потом об этих, потом о тех. То есть какую-то, как говорят в истории математики, генетику историческую будем соблюдать. Говорят, число 2 появилось раньше, чем корень из 2. Понятно? Все. Так. Все, воспитание закончено. Значит, у нас появляется расстояние. И вот давайте сначала быстренько напишем, опять, как мы когда-то делали для топологических пространств и метрических, маленький словарик для какого-то лингвонейронного чего-то. Словарик. 10 пунктов. 10. Ну, я это вчера написал, потом поранумировал, получилось 10. Сейчас я открою соответствующую страницу, потому что важно, чтобы я по некому утвержденному порядку это делал. Первое. «Ленинное многобразие» у меня написано. Так, Филипп, что такое смешного? Что сочетание «Ленинное многобразие»? Ну, очень странно, чем она отличается от обычного «Многообразия»? Что отличается от обычного «Многообразия»? Вы знаете, просто «Многообразие» – это «Многообразие чего?» Мира. Ну, вот, скажем, у Марка Пола есть то сочинение, которое называется «Книга о «Многообразии мира». И как мне сюда присобачить? Раз Марка Пола написал такую книгу, значит, это очевидное понятие. То, что у него там есть люди с поясними головами, это… Ну, так получилось. Это все элементарные вещи. Нет, никакой бесконечный мир. Вообще слово «Многообразие» имеет такую богатую судьбу в математике. Это такие, которые локально дефиоморфны кускам какого-то мирного пространства. По-простому говоря. Понятно. А здесь это вообще из другой оперы все. Но если вы будете так себя вести, мы за слово «Многообразие» заменим чем быть еще, но будет хуже. Потому что вот это словосочетание вы будете встречать в книжках, а то, которое мы с вами придумаем, вы не будете встречать в книжках. И придете в деканат и скажете, вот Сергей Петрович нам дал такое определение, которое нигде в книгах нет. Потом я приду в ответ на запрос деканата скажу, а это было сделано потому, что Филипп попросил, чтобы его избавили от соседства с многочисленными значениями слова «Многообразие». Все. Итак, что такое «Многообразие»? Это… Это… Ну, вот… И это… «Многообразие», «Многообразие». Это замкнуло множество относительно линейных операций. Вот у вас в линейной алгебре вы могли говорить про пространство или что-то еще, потому что там это было одно и то же. А вот сейчас, именно за бесконечной мере, как правильно подмечает Филипп, надо такие вещи различать, потому что совершенно необязательное линейное многообразие будет замкнутым топологически. Ну, кстати говоря, вы сразу понимаете, что этот словарь и для топологических пространств линейных, пока на том уровне незнания, который есть, так что я буду здесь плюсики опять же писать, это и для нормированного пространства имеет смысл для линейного топологического, очевидным образом. Значит, замкнут множество топологических. Пример ЛИП, чтобы вы сразу понимали, вот если я беру в качестве Е САБ с обычной метрикой, а в качестве Л, нет, у меня буквки нет даже, ну хорошо, Л в Е, это у меня семейство полиномов, то это линейное многообразие, но не подпространство. Потому что замыканием этого многообразия, потери в верстрах, является весь мир непрерывных функций. Понимаете? И это вот свойство именно бесконечномерных конструкций, чем, собственно говоря, мы, в основном-то, и собираемся заниматься. Потому что конечномерные сдали, какая сооценка была по линейному оборудованию? Ну, положительно же. Ну вот. Дальше иду по своим пунктам. Сейчас меня не соберет, еще два выбираю. Так, здесь у меня написано, что такое линейная оболочка и что такое банных его пространств. Значит, обозначение я буду использовать вот такое. Я понимаю, что вы там можете написать какой-то линейный или еще кого-то, это меня не касается. Я буду писать вот так. Это все конечные линейные комбинации элементов из С. Понятно? Например, если я беру степень функции 1х и х3, то их линейная оболочка – это многочлены третьей степени, но такие, у которых и х2 отсутствует. Бывает. Четыре. Ну, имеет этот смысл в линейном топологическом пространстве рассматривать? Почему бы нет? Пока-то это все из жизни линейных пространств. Реально. Что такое банных его пространство? Это именно линейное нормированное. Для топологических тут своей терминологии есть, поэтому это на потом. Банных его пространство – это просто-напросто полное, вот относительно той метрики, которую мы там ввели, полное линейное нормированное пространство. Вот если рассматривать вот это пространство, оно является полным, а если рассматривать мир полиномов с той метрикой, которая есть, то оно полным, это пространство не является. Ну, потому что есть постоянности, которые говорят, я хочу быть сходящейся, я буду сходящейся, но не в этом мире. Правильно все? Хорошо. Так, дальше у меня идет слово «выпуклость». Тут уже довольно хаотичные такие вещи сейчас будут идти. Значит, «выпуклость». Очень важное слово в жизни нормированных пространств, да и топологических тоже. Это когда вместе с любыми двумя точками x1 и x2 при любом t из отрезка 0,1 линейная комбинация tx1 плюс 1 минус t x2 тоже принадлежит нашему множеству. Тут возникает вопрос, а почему мы выделяем такой чисто вещественный вариант, а что в комплектом тоже? Ну, в общем, в комплектом тоже так. То есть, вот тут как слово «выпуклое», оно такое вещественное весьма. Ну, чаще работают с ним, конечно, в вещественных пространствах. Тем не менее, тоже падает. Так, какое слово принесло? Подождите, а пять? Это пять у меня было падает. Неправильно написано. Шесть. Кроме «после выпуклости», что я хотел сказать? Сравнение норм. Вот теперь меня надо понять. Я вот сотру вот эту всю красоту. Во-первых, вы ее знаете. Во-вторых, вы к ней привыкли. Так, пункт шесть. Ну, опять же, вот здесь за забором не буду писать. Понятно, что если нет нормы, то вообще и сравнивать нечего. Вот формулировка. Предположим, что есть и линейное пространство, и есть две нормы. Норма 1 и норма 2. Мы говорим, что норма 1 не слабее, чем норма 2, если найдется такая сложительная константа С, что для любого из нашего Е норма Х1 и норма Х2. Вот тут я умолкаю. Смотрите. Не слабее. Ну, не слабее – это в каком-то смысле сильнее, но только включая возможное равенство такое. Что у нас было про топологию? Одна топология слабее другой. Если та, другая топология, которая… Нет, наоборот, не слабее той. Это если все элементы вот этой топологии, которые не слабее, являются элементами той. Говоря, были разбиения на четыре клеточки, а стало еще каждую клеточку на две части и так далее. Вот там получалось как. Если у меня есть более сильная топология, то число непрерывных функций отображения увеличивается. Ну, легче быть прообразом открытого множества. Наверное, должно быть так, чтобы согласовывалась вот эта терминология про сравнение норм со сравнением топологии. Значит? Вот, чтобы у меня была сходимость в последовательности. Только двойку и не там поставил. Чтобы у меня была сходимость в последовательности. И сходимость по такой норме следует сходимость по такой. Какая должна быть оценка? Ну, типа вот такой. Правда? Это бы означало, что вот эта норма не слабее, чем вот эта. Потому что исходимости по этой следует... Ну, вот тут я не знаю, не понимаю. Вот согласуется это с той слабостью топологии или нет. Вот здесь написано, что x1 как бы, ну, реально слабее, что ли. Вот что должно действовать. Интеграл непрерывная функция по отрезку АВ. f от x dx. Здесь по модуле я взял. Не превосходит b минуса на норму f в пространстве c. Если бы эта последовательность равномерно сходится, то она сходится и в среднем. Правда? И вот кто из них более сильный? Этот или этот? Что? Вот здесь x1 и что? Вот фраза. Я взял формулировку из книги Калмагорова специально. Не слабее чем? Чтобы не говорить, слабее сильнее. Вот именно такая терминология связана как бы с неравенством, в равенстве приходящей. Кто не слабее? Первая или вторая? Первая не слабее, чем вторая. Не слабее. То есть то, что слабее во второй, слабее и в первой голове он еще? Ну, он еще что-то. Все. Итак, не слабее. Не слабее. Хорошо. Если вот эта не слабость в обе стороны действует, то мы называем нормы эквивалентными. То есть когда существуют такие константы, что нормы какого-то x с индексом 1 оцениваются вот так, какой бы x ни был. И вот так. Так, это у меня был. Ну вот, давайте все-таки, прежде чем пойдем, еще раз посмотрим. Вот исходимости по… Вот, вот. Не слабость. Два исходимости в обе стороны. Вернут исходимость в обе стороны. Вот получается вот так. Вот если мы рассмотрим, вот здесь я пример-то привел. Вот равномерное исходимость и интегральное исходимость. Вообще, где здесь открытие множество? Какие? Вот, грубо говоря, если у меня открытая полоска вокруг константы в равномерной метрике, это все равно такие малоотличающиеся функции. Они автоматически будут мало отличаться в интегральном смысле. А там может быть вот такая открытая окрестность, вот такая. Она является вот такой открытой окрестностью в той. То есть, тот список, где интегральная метрика, он шире, богаче, больше. Правда же? Поэтому, значит, все-таки давайте проверим еще раз нашу терминологию. Вот если на примере с непрерывными функциями, две метрики. Интегральная левее и равномерная исходимость правее. Что здесь у меня, если это как топология, посильнее будет? Посильнее? Более? Еще раз, какая? Наверное, она сильнее, она больше. Она больше. А вот песка открытых множеств. Нет, больше непрерывных функций, это когда топология сильнее. А вот понимаете, язык получается у нас разный. Сходящихся потребностей больше, это значит что? Функции легче быть непрерывной? Ну, если больше сходящихся потребностей, ей легче быть непрерывной? Какое-то там потребностей функциональных значений. Так ведь? Значит, ей непрерывную функцию тоже больше. Вот меня занимает то, что мы получили. Вот как-то мы пока не понимаем. Подождите, вроде бы согласовано, но надо исправить или нет? Потому что, собственно, согласовали. Если вот я вам говорю, вот у меня пока что написано определение x не слабее, чем 2. И вот странно все, не слабее, а не раз вот такое. Не знаю. А может быть мне вот так надо написать? Вот норма 1 не слабее, чем норма 2. Если существует, так как контента c, то вот так. То есть, если в нашем обсуждении про непрерывную функцию, мы же вот к этому приходим. Вот не слабее. Понимаете? Вот давайте так. Не слабее – это синие, больше и так далее. Вот теперь мы так написали не раз, что уже согласование и зрительное, и смысловое намечается. Правда? Это не слабее, это имеет большинство. Вот, вот, вот. Если вот. То есть, кипса норма 1 не слабее, чем норма 2, если найдется вот константа c, такая, что при любом x, вот это больше. То есть, сейчас, подожди. Вот. Значит, вот примените к этому. Вот у меня есть две метрики. Одна метрика вот такая. Другая метрика вот такая. Вот кто здесь слабее? Вот это не слабее, чем вот это. Потому что, вероятно, вот такое. Минца, интеграл и так далее. Сколько это константа c. Правда? Можно еще раз, я вот. Что? Еще раз. Ну, смотрите, еще раз. Вот. Где две такие нормы? Это такая. Я вас спрашиваю, где больше запасов, где больше запасов открытых? А, нет. Но это то и другое, это метрическая конструкция. Так. Что такое шарик, открытый центром в какой-то точке, ну, скажем, ноль в равномерной метрике? Это все функции, у которых значения мало отличаются. И тогда интеграл будет мало отличаться при достаточно жестких условиях, потому что отрезок конечный. А вот что интеграл мало, это разрешает вот такие смешки. Большая? Да. То есть больше не природа? Да, нет. Мы измельчили шарик. Вот. Вот. Больше открытых множеств, это не означает... Все, подошло, что вы говорите. Значит, у нас с вами больше всего открыты неправильных функций когда? Когда самая сильная топология. Когда все множество открытых. Когда все множество открытых. Вот здесь у меня, когда интегральный метрик, у меня открытых множеств, как мы увидели, являющихся шариками, открытыми окружающими точку ноль, больше чем шариков таких равномерной метрики. Правда? Ну вот. Знаешь, что она там сильнее? Топология. Ну, если нет, конечно. Я бы сам больше предупреждал. Прекрасно. И что тогда? Ну, а вы как просто написали, что она слабее? Это мы вот про другое говорили. Вот я хочу понять, чтобы у нас согласование было. Вот неравенство я согласовал со словом «неслабее». Правильно? А вот теперь я согласовал или нет в отношении топологий и вот этих метров. Сейчас. В случае неравенства у вас бесконечность вверх и сильнее, чем в неравенстве? Ну, и не слабее. Да. Кажется, в случае меры бесконечные у нас шарики мельче, поэтому мы можем… Вот говори «шарики мельче» — это шарики можно говорить о размерах шариков только если метрика есть. Если метрики разные, то сравнивать нельзя. Если метрики включаются, то это одно. Один шарик… шарик одинаковый. Ну, примерно одинаковый. Ну, а шарики, получается, по C-норме они включаются в шарики интегральной нормы? Конечно. Но не наоборот. Но не наоборот. Но получается, что тогда любое… Так, вот и рисование намечается, Михаил. Еще раз. Нам говорят, что шариков в равномерной метрике у нас меньше, чем шариков вот в этой интегральной метрике. Да. Прекрасно. И это значит, что быть в непрерывной в равномерной метрике, быть сходящейся там, быть равномерно сходящейся, гораздо труднее, сложнее, чем в интегральной. Вот, наконец, я понял. Но при этом самая сильная топология – это когда все функции интегрированы. Это когда все… нет, то самое сильное топология – это когда все множество открыто, и, соответственно, все функции не прерываются. Да. Соответственно, у нас топология сильнее этого года, даже не больше, например, у нас. Да. А на протяжении получается, что, ну, в текущей ситуации у нас в дальнейшую сторону сильнее, чем интегральная норма, но отрывок может там меньше. То есть… Значит, вот, действительно, получается, что это метрик посильнее, чем вот это, ну, не слабее, точнее. Но, реально, здесь совершенно по-другому трактуется, сколько сходящихся потенций. Вот здесь равномерно сходящейся их мало, здесь сходящейся средней – жилька рада больше. Топология, когда они в группе более сильные должны быть более слабые. Ну, вот пока… Конечно. А мы так хотим. А вот не важно, как хотел, важно, как вот… Здесь все сложилось, терминолог. Сейчас, вот, вы обращаете наше внимание снова в общих принципах? Нет, я обращаюсь на то, что пока что вот надо просто зафиксировать, потом еще поговорим. Но пока что вот видно, что применить с разговором о топологиях нам не удалось. По-хорошему согласовываем. Какое определение норма? Вот нормальное определение. Норма 1 не слабее, чем норма 2. Если найдется такая константа С, что при любом XSE, 1 норма – 2. Это официальное определение испытания, я потому его и заковытил, Михаил. Это текстоваря. Я его оставлю, поскольку… Ну, сейчас идут вот эти враги. И довольно скоро. Это был пункт 6. Я обещал еще 4, сейчас я их не увижу. Так. 7. Ну, хорошо. 7. Балец. Ну, это от линейных пространств идет. И бывают балецы, поэтому и алгебраические, вот, это называемые балецы Шаугера. Что такое алгебраические балецы? Это вы знаете. Это такой набор элементов линейного пространства, что в виде конечной линейной комбинации можно представить… Называется, значит, это балец-знабель. Доказывается существование балеца Гаммеля в любом линейном пространстве с помощью аксиома выбора. А? Я знаю. Это апеллели в вашем среднем. А вот без зашелого выбора в костномерном случае это делается элементарно, потому что там, фактически, в линейном пространстве все запаляется. А вот что такое балец Шаугер – это вот такая подростка. Я так и прощал. Балец-знабель. Значит, вот тут у меня едино-нормированное пространство Е, и у него система Е. Причем, она называется балецом, если любой элемент x можно представить в виде суммы сходящегося ряда, вот такого вида. Что такое сходимость ряда? Это когда частные суммы по норме этого пространства, это метрики, сходятся к элементу. Вот в определении говорится, если для любого x существует единственный элемент такого вида, являющийся сходящим ряда, то это называется балецом. Еще раз, аккуратно пишу тогда, чтобы Михаил мог написать. То есть система Е называется балецом, если для любого элемента x существует единственный ряд такого вида, сумма которой является элементом x. Это, честно говоря, из этого определения единственное. Связана такая маленькая деталь, очень важная. Что, стало быть, любая примитивная подсистема, нет, она будет ленинно-независимой. Потому что иначе, если она ленинно-независимой, у нас получилось бы, что надо рассказывать о две суммы. Не стреляйте, не стреляйте. Это хитрое такое определение, которое сразу исключает... Это определение алгебрического боеца? Нет, это уже боец Шаудер. Алгебрический боец еще раз говорю. Это когда чувствует такой набор, не важно какой мощности, в принципе, вообще-то говоря, размерностью пространства с точки зрения алгебрического боеца называется мощность вот этого боеца Гайя. Это, может быть, весьма и весьма одночисленное. Извините. Может, у вас на каком он как пал? Я почувствовал. Это он... Давно это упал? Мы постарались вас съединить. В общем, как только мы запутались в этих, так он и упал. Он не выдержал, я понял. Итак, последний раз говорю. Алгебраический боец. Меня слышно теперь опять, да? Алгебраический боец – это когда мы в виде конечной и линейной комбинации представляем кого угодно. И такая вещь есть в каждом нормальном пространстве, линейном, но пользы от нее никакой. Потому что если в боеце, грубо говоря, элементов столько же по порядку, сколько и в самом пространстве, то какая-то это пользуется. Польза от кирпичей предстоит из создания, если их семь штук, они согласованы каким-то процедурами и так далее. А если мы говорим, что кирпичом называется все из чем? Строено здание? Ну и само здание тоже кирпич. Ну, большой, правда. В общем, короче говоря, тут… Да. Да. Такое определение, Михаил. Это дается боец. Хорошо. Пункт восемь. Чего еще вам не хватает для разговоров на тему «Жизнь в линейном нормированном пространстве»? Полнота. Очень хорошо. Вот дайте просто… Полнота. Какой? Система полиномов. Значит, она порождается степенями, их степени К. По К – от нуля до бесконечности. Линейная оболочка – это многочлены. Замыкание многочленов, есть всего пространства. Теремь Вирстрасс. Так? Как вы думаете, значит, какие взаимоотношения между базисом и многочленами? И полноты. Ну, если у меня частными суммами ряда вот этого приближается мой элемент, то, значит, я комбинацию найду конечную, которая хорошо приближается. То есть, если вы базис, то вы полная система. А если вы полная система, то вы обязаны быть базисом? Может не быть. Вот пример. Многочленов показывает. Задание – задача, почему степени не являются базисами в пространстве С-01. Умеете решать эту задачу? Где была? Понимаете, может, и была. Но на самом деле, кто сказал, что она была? Вы, Михаил? Там, Матань, как вы выражаете. Нет, вы сейчас умягчили формулировку. До этого она была в мотоанализе, теперь она была в сдавальнике. Это совершенно разные вещи. Быть в сдавальнике и быть в курсе анализа. Вы там обсуждали этот вопрос? Вы сейчас можете мне объяснить, почему система Х в степени К, К от 0 до бесконечности в С-01, например, не является базисом? То, что полной системой является, это теорема Вейстраса. А почему не является базисом? Ну, тут у нас находят разные разложения для... То есть, если он нравится привесить, то у нас разложения разные там будет. Ничего не понимаю? Всё, я вас останавливаю. Отбираю микрофон. Дальше идём. Так, вы думайте. Вы? Хочу сказать, что нет. Нет, вот я вас спрашиваю, что вы думаете, а вы говорите, что хочется сказать. Хорошо. Думаю, что нет. Думаю, что нет. Всё. Есть неонетичные точки. Какие? Нет, ещё раз. ХСК. ХСК до степени что? Да, но есть неонетичные точки. Филипп, как ни странно, прав. Только он заходит с другого конца, а суть передаётся верно. Если у меня какая-то функция f от х является суммой, разномерно сходящейся на отрезке 0,1 ряда вида альфа-ката и х-степени к, то потому что вы сейчас вот изучаете в курсе комплексного переменного, она будет в круге сходимости, если х и на z заменить, она там будет аналитической функцией. В частности, она будет в вещественном смысле аналитической на отрезке 0,1, внутри этого круга сходимости. Ну, а Филипп говорит, что он знает, встречал на отрезке 0,1 функции, не являющиеся аналитическими. Ну, функцию какого-то типа модуль х на минус 1,1 взять и всё. Просто ряд может представлять только аналитическую функцию, точка. Понятно? И вот тем интереснее, что в мире хорошем, а именно в Ефлидовом, там если вот эти вещи сравнивать, получается, ну, в Гильбертовом случае, точнее, в хорошем совсем уж, там это равносильные вещи. Но для систем определенного вида. У нас будет теорема, которую мы вспомним с вами, отчасти докажем, что если система артенормирована является базисом, то она полная, и наоборот, если она полная, то она и базис. Но этого ещё дойдём. А здесь пока что поняли. Это разные совершенно вещи, вообще говоря. И, наконец, у меня ещё два пункта в моей программе. Нет, не понимаю, почему 10. Это какой пункт? 8. Хорошо. Девятый пункт такой у меня написан. Ну, изометрия. Просто слово напоминаю, оно у нас было для метрических пространств. Здесь оно тоже работает, и не менее существенно. Но вот только я... Да, виноват. Я вас обманул. У меня 9 пунктов в этой программе. Словарь закончен. Что делаем дальше? Вот сейчас мы с вами докажем два замечательных утверждения про, вот как раз сравнение, про эквивалентность, точнее даже, норм. Поехали. Я оставлю вот это определение эквивалентности, и истреблю всё остальное. Два утверждения. Вот здесь я напишу их формулирование. Можно? Альцовикты из Р и С? Вы знаете, если у нас это над полем... У нас был поле К, это либо С, либо Р. Если это вещественный вариант из Р, если комплексный из С, точка. И второй вопрос. Все-таки базис и гибридический, это что мы проверяем имейство? Да. Любой элемент? Единственным образом... Единственным образом представляется в виде конечной и линейной комбинации. Да. Да. Да, увы, так. И говорю, вот есть у этого определение одно замечательное свойство, оно бесполезно. А вот базис Шаудера, это просто такой аппарат приближения. И почему и борется за их создание. Итак, утверждение 1 и утверждение 2. Если Е линейное пространство конечной размерности, то в этом пространстве все нормы эквивалентны. Утверждение 2. Если Е любое линейное пространство, конечномерное или бесконечномерное, неважно. И Л, содержащиеся в Е, есть линейная оболочка какого-то набора элементов Е1, это линейное, ну то есть линейное многообразие, то это и Л будет подпространство. То есть замкнуто множество. Замкнуто логически. Вот совершенно обязательный факт для движения дальше, и как ни странно будет сопротивляться и та и другая задача, попытки ее решить. Там вообще звонок был или нет? Мы так горячо спорили. А? Неважно, все. Ну просто за 5 минут до звонка вы мне дадите еще один звонок, и я вас начну постепенно отпускать. Вот давайте для простоты, чтобы писать проще было Михаилу, будем считать, что вариант вещественный. Ничем не отличается, но просто в каких-то случаях будем понимать, что модуль альфа это модуль альфа, а не тот модуль альфа. Так, утверждение первое, значит, доказательство. Пусть есть мер, порожденный базисом Е1 и т.д. Он где-то алгебраические базисы, базис Шаудера, как хочешь, потому что качественномерность склеивает эти вещи. Объявим этот базис ЕКТ отнормированным. В том смысле, что введем скалярное произведение по формуле обычной вещественной скалярного произведения векторов с компонентами Х и Т и Y. Есть сумма Х и Y, правда? И тогда можем еще даже пронормировать. Будем считать, что базис артенормированный. И у нас тогда превращается наше Е реально в полную копию вещественного пространства с эвклидовой метрикой. То есть, если у меня Х есть сумма альфа КТ и ЕКТ, я не буду писать ХКТ, чтобы не наслаивались наши альфметические все представления, тогда норма Е2 этого Х, буду писать норма 2, есть. Вот такая сумма в степени 1 и 2. Если бы был комплексный вариант, Михаил, я бы здесь не сказал модуль, а еще КТ. Вот я бы экономлю на это. Да, вот молодец, очень хорошая фраза, такая бытовая, а с другой стороны очень точная. Мы придумали некую норму. И вот смысл доказательства будет в том, что мы покажем, что любая норма и эквивалентность вот этой придуманы. А значит, они все эквивалентны между собой, потому что очевидно, что это отношение к эквивалентности, правда? Вот это двустороннее неразиство. Да, и вот часть первая. Покажем, что существует такая константа С, что норма Х. Ну, сначала появляется какая-то норма Х. Вот она. А теперь говорим, покажем, что найдется такая константа С, что есть вот такая оценка. Тут вот эту константу С гонять надо, можно в разные стороны. Вот формально, если это читать, мы покажем, что евклидовая норма не слабее, чем норма Х. Но это вот не звучит. Мы вот увидели, как мы запутаемся, когда начинаем согласовывать эти слова с этим. Другое дело, что просто реально, когда мы хотим доказать эквивалентность нормы двух каких-то, надо получить два неразиства такого типа. Один через вторую, и вторая через первую. И вот тогда отместить эквивалент. Вот смотрите, ведь если норма эквивалента, то исходимость и по одной норме, следует исходимость и по другой. А в этом выявлении написано, что сравнятся все эквиваленты. Вот здесь? Да. Вот там было написано, что она меньше бы сказать. Или я словами пройдешь, что ли? Вы просто поговорили словами. Ну, просто словами-то да, но написать-то надо. Где мне? Конечно, виноват. Плохо, что не написано было. В конечномерном пространстве все нормы эквивалентны. Равнательное утверждение, что в темной комнате все кошки серы. Ну, понятно. Доказательства тоже не очень понятные, но по звучанию похоже. Итак, стираю словарь. Написал норма Х. Равняется норма сумма альфа-ката и е-ката. Не превосходит сумма неравенства треугольника модуль альфа-ката. Ну, все-таки вот здесь не выдержу и напишу модуль. Даже если это будет… Ну, здесь-то это нужно, но вообще просто хочу сказать так. Вот так. Все, совсем ошибаюсь. И теперь смотрите, беру наибольший из этих альфа-ката. Максимум пока модуль альфа-ката. Останется сумма… Ой, нет, все. Слушайте, я виноват. Я плохо выспался, я плохо пишу. Все, объяснил все предшествующие ошибки, все будущие. Я объяснил. Продолжаю писать. Смотрите. Знаете, я сейчас возьму наибольшие из чисел нормы е-ката. Максимум пока. Останется сумма модуль альфа-ката. Вот если я напишу неравенство, которое вы, размышлив 30 секунд, поймете, что это не превосходит в корне из n на сумму альфа-ката в квадрате, все в степени 1, 2. Ну, это истерия, что полный квадрат не отрицательный. Вот такой неравенство. Я написал. И вот эту константу n, корень из n, включил еще вместе с этим со множеством, одно произведение и получил константу c. Получилась оценка, что норма x не происходит. Два нормы x умножить на корень из n умножить на вот это число. Вот это произведение, максимальное из норм е-катых умножить на корень из n, это и есть b константа c. Все? Правильно? Да или нет? Теперь, значит, вот ваша идея сравнивать с этим каноническим образцом. Вот придумали такую норму. Евклиду. Вот теперь давайте докажем, что есть неравенство действующим в обратную сторону. Не буду рисковать словами ни слабее, ни так далее. Это был а или b, вот у меня что-то тут был пункт 1. А вот, написано 1. Прекрасно. Пункт 2. Покажем, что существует такая константа c, что вот это неравенство справедливо только по-другому, когда я беру порядок этих норм x. Докажем, мне это самое противное. Предположим, противное, что такой константа c нет. Ну вот, грубо говоря, какая константа должна быть здесь, чтобы, ну, совсем было трудно ему, этому неравенству, противоречить? Маленькая или большая? Предположим, противное, что какую бы константу... Какую бы большую неравенство? Если большой будет, то больше шансов на успех. Наверное, маленькую все-таки. Какую бы маленькую константу c ни брал, всегда x найдется, которая в другую сторону неравенства дает. Ну, нет такой константы c. А, большой? Большой. Ага. Большой. Что даже большая константа, даже вот 115 аудитория по номеру взята, и то не хватает. Так? Прекрасно. Ну, какие бы большие константы знаете, Филипп? Н маленькая. Первом противное. Продвигает c значение n, и каждый раз найдется такой xn, что неравенство действует в обратную сторону. Правда же? Что вы говорите? Вам на другую букву возьмем, чтобы обозначать за хм. Вот. Вот. Нехорошо. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Прекрасно. Пишу. Давайте рассмотрим еще одну постоянность. y с индексом m, я теперь уже знаю. Это xn, определить на норму xn в метрике 2. Подождите, мы хотим вот это доказать, что существует такая константа c. Прекрасно противно. Прекрасно противно. А, ну, виноват. А это потому, что вы меня заставили стереть? Я не знаю, как там было написано. Я понял. Это называется в исторической науке ошибка переписчика. Ну, беру я старую книгу, переписываю и меняю норму 2 на норму простую. И говорю, что так и было. Так вот. Ясно понял. Спасибо. Значит, что это такое? Я попрельно буду считать, что у меня пространство вещественное. Это элемент на единичной сфере. Норма. Если я рассматриваю эту сферу вот в два нормы. Правильно? Ну, что такое у меня мое конечномерное пространство с два нормы? Да еще есть это вещественный вариант. Это реально просто-напросто РН2. Ну, просто замена обозначений. Мое пространство конечномерное, размерности n маленькая, как вы мне сказали. И в нем рассматривается норма. Вот корешок из-за суммы и так далее. Это все равно что РН2 рассматривается. В РН2 сфера является компактом? Будет ключевое слово. Конечно. Раз она компакт. Раз она компакт, то существует сходящаяся подпоследовательность. Это мы знаем теперь уже из всего многих усуждений. Вот и ваша К пригодилась. Существует подпоследовательность, которая сходится к какому-то игроку. По метрике вот этой евклидовой нашей 2. Ну, если они все сидели на сфере, то игрок тоже на сфере. Ну, для меня важно только то, что он не ноль. Этот игрок. Так, правильно все? Пока правильно. Давайте сделаем вот что. Сотрем пункт 1. Ну, запомним, что он есть. Это вот очень хитрая процедура. Мы его сотрем, но будем помнить, что он уже доказан. Так вот, рассмотрим. Теперь вот что. В пункте 1 было доказано, что норма вот эта наша х. Подождите, сейчас. Вот в пункте 1 мы доказали, что наша произвольная норма с нормой евклидовой связана этим соотношением. Констант такая С и есть. Было доказано, что существует С такая, что вот это верно по любому. И вот теперь смотрите. Если у меня дано сейчас, что игрок Мкаты по метрике 2 сходится к игроку, то вот из этого неравенства будет следовать, что норма YMK минус Y без значка 2 тоже будет сходиться в силу пункта 1, будет сходиться к нулю. Верно ведь? Ну, а что у вас? Вот это было доказано. Из этого неравенства следует, что если какая-то, по сути, сходится по метрике 2, вот этой норме, то она сходится по вот этой норме тоже. Признали очевидным? Вы чувствуете близость завершения доказательства и настороженность, будете всячески говорить, что все непонятно. Нет, тем не менее, пока так. А теперь давайте посмотрим. А что можно сказать про игрок Мкаты с точки зрения его вот этой другой нормы? Значит, Y у нас по-прежнему не нулевой элемент физически. Ну, как был, так и есть. Это тот же самый. А чего равна норма Y Мкаты? Это и есть норма X Мкаты поделить на 2 норму X Мкаты. А где-то у меня чего-то такое было. Вот. Вот такое поделить на такое меньше, чем 1 на M. Видите? Норма X Мкаты поделить на норму X Мкаты с индексом 2 меньше, чем 1 поделить на Мкаты. Это у меня благополучно побежит к нулю. Ну, номер. Возьмите. А значит, что же это значит? Значит, раз это стремится к нулю, значит, его предел вот здесь написано Y равен нулю. С одной стороны он не ноль, с другой стороны ноль. Я говорю, что мы получили противоречие. Все. Я вас здесь нигде не обманывал. Сразу вот говорю, чтобы не было никаких проблем. Сколько у меня осталось? 10 минут. Ну, 5 минут я здесь займу. Вот утверждение 2, потому что вот именно это я хотел сказать. Вот утверждение 2. Оно написано даже вот здесь. Пусть Е – произвольное линейное нормированное пространство, в нем взяли линейное многообразие, линейную оболочку элементов Е1 и Е, утверждение – это подпространство, замкнут это по логически. Вот теперь смотрите. Доказывать, что какое-то множество замкнута внутри метрического пространства можно исходить из определения. А можно доказать, хотя это раньше не встречался нам такая идея, доказать, что оно является полным подпространством. А потом вспомнить, была серия простых утверждений у нас, что если я полное подпространство, внутри любого метрического, то я замкнут это множество. Было более сложно, что если я замкнут это множество внутри полного, то я полное. А вот то, что я полное внутри любого, тогда я замкнут это множество – это было. И вот у нас была задача, мы на семинаре ее обсуждали, про пополнение меры аффинитных непрерывных функций. Там удобно было перейти от полноты к замкнутности. Потому что замкнут это такая житейская процедура, наглядная, ощущаемая. А вот здесь сейчас будет пример того, что мы докажем, что L – полное подпространство, а из этого будет вытекать его, этого множества замкнут. Смотрите, это делается очень легко с помощью утверждения 1. Если вы начнете, например, сами попробуйте доказать замкнутость, надо будет взять суммы по этим элементам. Надо замерзать суммы, то есть будет такая система индексации двойная. Номер по якатам и номер внутри элементов последовательств. И вот вы будете возиться с расходимостью этих коэффициентов и так далее, кроме сочувствия вы от меня ничего не дождетесь. А вот теперь давайте покажем. Вот я усилил формулировку вашими устами. Прямо не то, что у нас всегда будут только РЦ, у нас других не существует. Покажем, что L – полное подпространство. Ну, размер остырь конечно. Все нормы эквивалентны. В норме 2. L – полное. Ну, это вы знаете? Знаем. И вот в силу того, что я вот здесь сейчас написал на доске, получается, что L у нас, если мы там ведем метрику 2, будет полным, как РН с метрикой 2. А дальше следует такое тривиальное замечание. Если две нормы у меня эквивалентны, и в одно мое пространство полное, то оно будет полное в другой. Вот эта двусторонняя оценка – фундаментальность по одной метрике дает фундаментальность по другой, сходимость по одной, по другой. Все на автомате получается. Ясно? То есть вот фраза, если в пространстве E введены две различные нормы, и нормы оказались эквивалентными, и по одной из них пространство оказалось полным, то оно будет полным, и по второй норме тоже. Очевидно, на самом деле. И вот смотрите, что замечательно. Никаких индексов, никаких пределов. Все, я словами поговорил, вот так, манипуляции какие-то, пасы, точнее, даже руками проделал, и все доказалось. Это, на самом деле, свойство хороших определений. Если включать только вот этот разговор про то, что константа не слабее, не сильнее, вот не легло. А вот если просто работать с вот этими двусторонними оценками, то проблем никаких моральных. Слова произносить не надо. А вот суть, что в случае, когда нормы эквивалента все одинаково, реально все свойства пространства, базовые, одинаковые, а это получается на автомате. Все. Значит, в следующий раз мы ринемся дальше вглубь пространства, параграфа линейно-нормированного пространства. Перейдем уже к Гейбертовым пространствам. Ну и там у нас еще будет висеть вот этот кусок про линейно-топологическое пространство, потому что мы попытаемся сейчас, во-первых, ответить на ваши вопросы, бывает ли вот, что линейно-топологическая метрика не порождает такие фундаментальные вещи. Да, это бывает. И вот все это разделалось реально необходимость изучения таких вещей в конце 20-х годов, в начале 30-х, из квантовой механики, из теории дифференциальных уравнений. В квантовой механике это вот фен Неймонт, который доказал, что слабая исходимость, она порождается с топологией, которая неиметризуема. А в дифференциальных уравнениях сначала у нас вот Соболев занимался там дифференциальными уравнениями с решением в обобщенном смысле. Потом это все Лоран Шварц превратил в математическую дисциплину, из которой вот родились содержательные уже как раз примеры линейных топологических пространств. Вот обо всем этом мы тоже в этом параграфе еще поговорим. Все, я на этом.